Здравствуйте! В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. 27-я статья 131-го федерального закона определяет, что такое территориальное общественное самоуправление, сокращенно ТОС. На каких территориях оно может быть создано и какие вопросы решает. Но это теория. А как ТОСы работают на практике? Об этом мы сегодня поговорим с Романом Клычниковым, секретарем общественного совета сельского поселения Барвихинское, Юрием Геннадьевичем Поповым, членом совета ТОС «Жуковка-1» и Денисом Акимовым, председателем ТОС «Поселка Усово». Тупик. Свои вопросы гостям в студии вы можете задать по телефону прямого эфира 8-495-508-86-84. Здравствуйте, дорогие гости в студии. Добрый вечер. Давайте начнем по порядку с теории. Закон достаточно сухо, четко определяет, что такое ТОС, но простому человеку ничего совершенно не понятно. Так что же такое территориальное общественное самоуправление? Если в двух словах, то территориальное общественное самоуправление – это непосредственная власть жителей над своей территорией, на своей территории. Жители – хозяева своей территории. Поэтому одним из важных базовых элементов ТОСа является определение именно той территории, в которой ТОС будет действовать. На самом деле это начиная от подъезда и заканчивая куда как более крупной территорией, в которую может входить несколько домов или даже районов. Если такое возможно. На этой территории ТОС – единственный хозяин. Второго ТОСа на этой территории быть не может. Вот что такое самоуправление. ТОС, поскольку он у нас включен в 27-я статья, она статья федерального закона 131-го, основного, который, по сути дела, описывает всю систему государственной власти Российской Федерации, входит в систему органов местного самоуправления. И поэтому имеет достаточно большие полномочия для того, чтобы на этой территории делать то, что необходимо жителям, проживающим на этой территории. Кроме, кстати говоря, 131-го закона, есть еще несколько законов, которые также имеют прямое отношение к ТОСу. В частности, это закон Московской области. В 2017 году он был принят. И название этого закона, я его лучше зачитаю, потому что нужно, чтобы такие вещи определяли люди совершенно однозначным образом. Называется этот закон, немножко длинно. Номер его 187-217-OZ от 8 ноября 2017 года. И называется он «О поддержке территориального общественного самоуправления в Московской области». Кроме этого, есть еще и государственная программа Московской области. Она впервые была принята в 2013 году, которая также касалась развития института местного самоуправления. Больше того, на сегодняшний день соответствующие поручения даны президентом Российской Федерации. И в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялось, вот 10 июля оно было, решение Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания. Называлось оно «Актуальные вопросы развития территориального общественного самоуправления». Крайне серьезное внимание обращается именно на необходимость развития и поддержки этого института. Слава Богу, от теории мы перешли к практике. Я так понимаю, что Юрий Геннадьевич один из создателей первого Барвихинского ТОСа, правильно? Расскажите, когда этот ТОС был создан и на какой территории? Я немножко чуть-чуть коснулся вот этого аббиатуры ТОС, территориальное общественное самоуправление. Начнем с самоуправления, термин. Там это слово составное «сам управляю». То есть, если сам, то есть не сам. Понимаете? Потому что человек управляет своей деятельностью сам. Либо он кого-то слушает. Это первое. Второе общественное заключается в том, что жители, которые вот там живут, они решили сами организовать свою деятельность. То есть, устранить беспорядок в ваших вот этих беспорядочных действиях, а, так сказать, организовать такое, чтобы единым потоком, так сказать, организовать свою работу, так сказать. А уж через свою работу, так сказать, влиять на все остальное. А территориальное, это заключается в том, что это на определенной территории. То есть, это не прямое типа вот территориальное общественное самоуправление, мы вам сказали, и все. Это не так. Это прежде всего заключается в том, чтобы организовать работу многих людей, живущих на этой территории, организованно в одном русле. Почему? Потому что один в поле не вои, и второе, есть известная фраза, которая говорит, может ли сотня победить тысячу? Да, может, если она организована. Вот, так сказать, основная функция этого вот этого, если расшифровать, вот что такое слово ТОС, это вот как раз вот это. Это нужно помнить все время. То есть первый ТОС Барвихи появился в Жуковский отдел, правильно? Да, что такое, я должен сказать, что первое, я должен сказать, что инициатор был, значит, Клычников Роман, ну, а я, наверное, был там главный закоперщик с точки зрения организации работ. И должен сказать, что мы в течение, надо сказать, это не от хорошей жизни, конечно, мы решили, это первая ласточка была, то, что у нас отобрали лес, и на этом базе мы решили объединиться. Там еще стройка была. Надо сказать, что мы долго создавали, полтора года мы только создавали наше территориальное общественное управление. Какие сложности были? Вот почему так долго? Первое, что мы столкнулись, это, конечно, с сопротивлением наших же любимых жителей. Потому что поначалу нас, ой, так... Не понимали, что это такое? Абсолютно вообще не понимали. Вот за полтора года мы всех буквально убедили, и мы провели идеальные вот эти собрания, и мы действительно ни за кого не расписывались. И 51% живущих в нашем поселке сказали, быть ТОСу и быть Советом. Я, кстати, был председателем учредительной конференции, у нас есть вот такая папочка, мы ее отдали, и потом 9 месяцев мы боролись за то, чтобы нас глава района, этого сельского поселения признал. Вот так. Хотя мы сказали, признаешь, не признаешь, все равно мы будем работать. Так что вот так. Тяжелая была работа, и поскольку, я должен сказать, сама потяжише, тяжелейшая работа. А что касается Усова Тупика, там занялось буквально 9 месяцев. А вот давайте, Денис, расскажите, пожалуйста, Усова Тупика, я так понимаю, это второй ТОС Барвихинского поселения, который был создан. Как долго он создавался, и когда это было? Да, наш ТОС создавался гораздо быстрее, и Юрий Геннадьевич начал эту работу проводить у нас в поселке Усова Тупика. То есть, в принципе, уже проложенная была дорожка, было попроще. Значит, он знает все процедуры, как это делается. Значит, были собраны также подписи более 51%. Значит, были определены границы поселка, переданы в Совет депутатов на рассмотрение, которые утвердили. Вот, и администрация все нам подписала, и наш ТОС организовался. Значит, появились активные жители в поселке. Значит, ну, где-то 15 человек в состав нашего ТОСа начал плодотворно работать. Значит, все действия, которые должны были быть в поселке, то есть, мы определяли нашим ТОСом, то есть, и как бы голосовали за это, и писали бумаги, письма в администрацию с просьбами решить наши проблемы. Это принципиальный момент, что ни за кого не расписывался, никто. Не расписывались, нет. Принципиально. Только уговоры. Ну, у вас и сложнее, славок, потому что вы все друг друга знаете, и это несомненный плюс. Вот, кстати говоря, я думаю, что у многих телезрителей сейчас возник вопрос, а чем, собственно, ТОС занимается? Чем управляете? Какие вопросы решаете? Вот, если брать наше территориальное общественное свободное, Жуковка, я назову два наших достижения. Первое достижение. Вы можете приехать к нам в поселок. Это поселок самый лучший на сегодня в Боровихинском сельском поселении по благоустройству. Это все заслуга совета поселка. Что в плане благоустройства удалось сделать? Площадки какие-то, что там появилось? Это первое. Детские площадки. Детские площадки. Освещение. Я даже приглашаю вас, вот приедьте, пожалуйста, заснимите и скажите, что это действительно заслуга территориального общественного самопроволения. В нашем общественном территориальном совете 20 человек. Из них, вот примерно таких рабочих лошадок, будем говорить, человек 8-10, это точно. Ну актив такой. Понимаете? Вот, это первое достижение. Второе достижение наше, то, что, так сказать, у нас отняли лес. И эта работа... Не отняли, а до сих пор пытаются отнять. Я имею в виду, что лес, как бы, отобрали у нас, да, и работа наша по возвращению лес носила организованный характер. Вот здесь основные участники присутствуют борьбы за лес, потому что я... Ну не все, сразу могу сказать, не все. Нет, 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 основные, я имею в виду, организаторы этой работы. Почему? Потому что, первое, я работал как в совете и через совет. Большинство писем написаны мной. Давайте поясним зрителям, что с лесом-то было. С лесом? Что вы пытались предотвратить? Суть такая, значит, это были озвучены нами на последнем публичном слушании. И мы сказали, что лес был захвачен в результате финансовой аферы. Там было просто задумано... Немножко сожмуя. Собрать лес, построить коттеджи, продать, и все. Смотрите, в любом начинании, будь то ТОС или что бы то ни было другое, должна быть какая-то цель, какой-то смысл. Вот ТОС первый, вот этот наш, Жуковка первая, у него были две основных задачи. Первая, это вот лес, о котором было сказано, о чем я сейчас чуть-чуть подробнее скажу, но именно чуть-чуть. А второе, это крайне безобразный ремонт, который начали проводить на нашей территории. Как это у нас часто бывает? Натяп-ляп называется. Ремонт чего? Ремонт благоустройства прилегающей территории, капитальный ремонт домов и отчасти коммуникаций. Поэтому вот две эти вещи людей возмутили до нельзя. А когда еще начали пытаться застраивать и вот лес пресловутый, который располагается как раз между нашими двумя поселками, то возмущению людей предела просто не было. Первые подписи, 400 примерно подписей мы собрали, писали письма президенту России, там писали генеральную прокуратуру и так далее. С этого началось, возникла инициативная группа. У этой инициативной группы была очень сильная мотивация и серьезная цель. Поэтому, несмотря на то, что людям действительно крайне сложно объяснить что-то вот такое новое, то, о чем они раньше не слышали, ТОС все-таки организовался. Второй помехой у нас была позиция тогдашней администрации, чего, слава богу, не было потом, и когда вот уже ТОС у Усова тупика получался. Ну и, конечно, отсутствие опыта. У нас его тогда не было. Сейчас он у нас, ну будем говорить так, богатейший, без лишней скромности. Потому что два ТОСа это уже серьезно. Вот если вернуться к результатам. Первое благоустройство, второе лес. Вот давайте коротко ситуацию с лесом объясним. С лесом все было так. Лесомассив это федеральные леса первой категории. Значит, они ни в коем случае, ни подо что, кроме как рекординационная деятельность, вообще не должны идти никогда. Собственно говоря, под это они и были получены. Был проект лесоустройства, был договор арендов, в котором все это было прописано. И была лесная декларация. И все бы ничего бы, но деньги... Лесоустройства все видят по-разному, очевидно, да. Значит, в проекте освоения лесов было очень четко прописано, что именно можно делать. То же самое было прописано и в законе. Но, сделав вольт некий такой, то есть поменяв, условно говоря, положение лесного кодекса на земельного, решили, что можно там построить так называемые временные сооружения. Единственная проблема, эти временные сооружения почему-то имели двухметровые фундаменты. И их изначально было рассчитано построить 24 штуки. Более того, их даже уже начали продавать. Временные сооружения. Так точно. Значит, по поводу этого леса был круглый стол 18 октября прошлого года. И в субботу в эту у нас будет выезд на место. Совместно у нас будет там офицеры России, будут два ТОСа, будет общественная палата наша районная, будет общественная палата, возможно, областная. Сейчас у них эта информация на их форуме там есть. То есть строительство удалось остановить? Строительство мы уже остановили. Сейчас мы хотим, чтобы и лесники того же самого хотят, потому что после этого круглого стола были совместные выезды с лесниками, были акты, были штрафы, были предписания. Лесники требуют передать им обратно этот лесной участок и привести его в то состояние, в каком он был до этого. Конечно, они вековые сосны не высадят, но, по крайней мере, они смогут там хотя бы сделать все более-менее прилично. Мы бы хотели, чтобы там был все-таки парк, в котором могли бы гулять местные жители. Мамы с колясками, пожилые люди, то есть это народное достояние. Парков у нас, к сожалению, очень и очень мало. Я так понимаю, что у ТОС Жуковка, да, вот мы сказали две задачи. Первая – это благоустройство, вторая – лес, да? Мы не в той степени, в которой они важны, их расположили. У Дениса были свои задачи, да, мы о них поговорим были и есть, к сожалению, мы поговорим чуть позже об этой задаче. А вот если в теории, то какие задачи вообще полномочны решать ТОСы? Есть такие. Значит, первая – защита прав жителей. Потому что желающих нарушить этих правов масса. Причем эти желающие, они организованы, они имеют деньги, и это все влияет. А со стороны жителей вот эта разобщенность наша, так сказать, она не дает противопостоять. Поэтому первая задача – защита прав жителей. Это касается, допустим, управляющей компании. Вот к нам на заседание совета приходит управляющая компания. Они сначала там что-то изображали из себя. Мы сказали, значит, пришли как миленькие, три заместителя, и мы им все сказали, что если вы будете плохо работать, вы отсюда уйдете, мы найдем другую, так сказать, компанию. И акты подписывать мы не будем. И акты. Понимаете, это первое. Второе – это перспективное развитие. Потому что наш совет ТОС, во-первых, опрашивает, а что нам надо сделать на следующий год. Мы проталкиваем это через бюджет и так далее. Бюджет вносим, предложение на будущий год. Да. И третья задача основная, которой, кстати, мы не особенно еще так подступились, это организация общественной жизни. То есть проведение культурных мероприятий, субботников, там, работа с детьми, работа с пожилыми. Понимаете, праздники. И вот эта все культурная часть, так сказать, общественная такая, она еще пока борется. И еще я добавлю сразу. Значит, у ТОСа, слава богу, в нашем законодательстве, в российском, есть так называемое право на выдвижение нормотворческой и правотворческой инициативы. И то, что ТОС выдвигает в орган власти, допустим, местный совет депутатов, он, безусловно, обязан рассмотреть, вынести на сессию. Вот есть ли это в Одинцовском районе? Слышат ли местные власти то, что им предлагают ТОСы? Ну, в главном случае, на примере Барвихинского, наверное, поселения можно говорить. Сложно сказать относительно района. В Барвихе, безусловно, слышат. А что касается района, я скажу так. Вот я начал с этого. То есть на сегодняшний день это уровень Совета Федерации. И больше скажу. На сегодняшний день мы достаточно активно и плотно работаем. Вот у нас, слава богу, сейчас в общественную палату области прошло несколько достойных людей. В частности, Стрелков Алексей, Ферага Андрей. Ферага Андрей работал в нашей палате, в Одинцовской. Он прекрасно осведомлен о наших проблемах, в том числе и о Барвихинских, но и в целом по Одинцовскому району. И все вопросы эти, нормотворческие инициативы, улучшение законодательства по ТОСам, передача им каких-то полномочий. Все это им очень хорошо знакомо. И самый главный опыт есть. Поэтому мы будем дальше работать на вот этой линии Совет Федерации, Мособлдума, Госдума, наши советы депутатов, наша администрация, администрация района. Что бы там ни было, как бы то ни было. И работать будем вот именно, ТОСы будут этим вот скрепляющим мотором, центром, который может эти вещи делать. Поэтому у ТОСа очень большие возможности, если к этому грамотно подходить. Грамотно их эти возможности применять и использовать. Вот о чем я хочу сказать. Ну, я хочу просто чуть-чуть дополнить, что взаимоотношения у нас непростые. Будем говорить. Почему? Потому что желающих, чтобы не было ТОСов, было предостаточно. Глава нашего сельского поселения бывший был. Затем дальше. Мы же хотели еще в двух поселках создать территориальное общественное самоуправление. Депутаты. Некоторые. Мы посчитали, что, так сказать, это не нужно. И заблокировали, хотя мы в одном селе, в одной деревне уже практически все сделали. А чем объясняют? А чем? Боятся общественного контроля вот такого? Найти крючок. Вы понимаете, вот почему протолкнул Дениса и я, так сказать, вот эту, что нас зарегистрировали. Да мы просто задавили. Просто Денис даже позвонил и говорил, значит, не зарегистрируйте нас, значит, иду к Иванову и прошу, пускай он нас возьмет. Понимаете? Почему? Потому что, так сказать, найти крючочек какой-то, я же говорю, 9 месяцев мы бились первый ТОС для того, чтобы зарегистрироваться. Так что ТОС это не подарок для власти, не подарок. Это люди, потому что нам главное... Делиться полномочиями и иметь контролирующую какую-то, требующую, причем законно требующую структуру под боком, никому очень не хочется. Вот смотрите, простая вещь, о жителях мы говорили. Значит, представим себе, что нет ни староста, ни ТОСа, ни сельского схода, там форм много самоуправления на самом деле. Этого ничего нет. Есть только жители, сами по себе. Значит, одному хочется, например, чтобы был лежачий полицейский на дороге, а другому не хочется, чтобы был лежачий полицейский на дороге. И оба написали письмо в администрацию. Глава что делает, или руководитель администрации кладет два этих письма рядом и ничего не делает. Потому что, извините меня, зачем ему заниматься этим конфликтом интересов? Другое дело, тот же самый ТОС. Если ТОС уже решил, то он представляет интересы всех жителей. По сути, это маленький совет депутатов. Но, с другой стороны, опять же, органы местной власти удобны. Им не надо принимать решение, ставить полицейский или не ставить конфликт внутри. Скажем так, поселка урегулирована у Рогни ТОСа. Мы же помогаем, очень здорово. Мы раздражаем. Если это, слава богу, понимает грамотный руководитель, слава богу, такие руководители есть, то тогда действительно все получается. Если руководитель хочет жить по старинке, то это не получается. Но тем хуже для него в конечном итоге. Вот и все. То есть он все это вешает в себе. Вместо того, чтобы отдать все-таки действительно на тот уровень, где это лучше решат и лучше придумают. Люди сами разберутся, что им нужнее и где это нужнее. Где им площадка нужна детская, где им там нужны, соответственно, спортивные какие-то снаряды, где им там что-то нужно будет, дорогу проложить. Люди сами знают. И знают приоритеты. Они между собой решат быстрее. И никаких конфликтов, самое главное. Вот, кстати говоря, как вот эти конфликты внутри поселения улаживаются? Насколько я понимаю, территория у всех непростые. Люди живут совершенно разные. Одному нужна детская площадка, другому не нужна. Там третий хочет яблони, четвертый каштаны просит. Вот как вы, как представители ТОСов, вот эти конфликты интересов урегулируете? Бывают обсуждением и голосованием. Обсуждением, да. Есть жители, которые хотят детские площадки, да. Есть жители, у которых площадки эти находятся под окнами, да. И крик детей. Не очень их радует. Не очень их радует, да. Поэтому есть разногласия. Принцип демократии. Голосуем, ребята. Ну, люди всегда могут договориться. Понимаете, не в таких условиях люди договариваются. Ну, в ТОСах в основном присутствуют жители от каждого дома, да, там по одному, по два человека. И непосредственно жители этих же домов могут со своими жильцами, то есть соседями, найти общий язык и внести это предложение в ТОС. Вы, кстати говоря, кто может стать членом ТОСа? Каждый житель поселка или есть какие-то... Давайте сразу определимся, что такое член. Потому что старше 16 лет. И что такое житель? Значит, что такое член ТОСа? Мы говорим только сейчас про совет ТОСа. ТОС как таковой это образование. Некое образование в той или иной территории, которое возникает после того, как проведена определенная процедура. Инициативная группа, конференция, делегат конференции, голосование и так далее. После этого все жители на самом деле, по определению, которые там находятся, по сути дела являются членами ТОСа. А вот совет ТОСа, это отдельно. Это группа людей, как правило, она совпадает с инициативной группой. Иногда она уже, чем инициативная группа, иногда шире, чем инициативная группа. Иногда у нее кто-то входит, кто-то выходит со временем. Но это нормально совершенно. И тогда вот этот совет ТОСа и председатель совета ТОСа, вот уже непосредственно ТОС имеют право представлять. Опять же, в соответствии с уставом, который они сами приняли. Вот мы уже частично затронули проблемы, которые решают ТОСа. Жуковка-1, это борьба за лес и благоустройство. У Дениса Акимова, из Усова Тупика, я уже говорила, задача несколько иная. Связана она с Домом культуры. Недавно наша съемочная группа побывала на том месте, где он когда-то располагался. Давайте узнаем поподробнее, что же там произошло. Когда-то на территории, огороженной зеленым забором, располагался поселковый Дом культуры. Но в 2011 году здание было признано аварийным и снесено, а земля сдана в аренду. Вот уже 7 лет жители Усова Тупика, чуть более 2000 человек, вынуждены возить детей на дополнительные занятия в близлежащие населенные пункты или ютиться в помещение местного ТОСа. ТОСом мы занимаем только помещение один раз в неделю, и то не каждую неделю. Вечером, в 8 часов вечера собираемся здесь, обсуждаем наши проблемы, пути решения и так далее. А в остальное время мы предоставляем это помещение к культурному центру. И дети поселка и ближайших поселков приходят сюда, к нам занимаются. Получают дошкольное образование, дошкольники. Кто-то учится играть на гитаре, кто-то учит сценическую речь. Да, это сейчас наш Дом культуры. После долгих судебных разбирательств земля, на которой когда-то находился Дом культуры, вновь стала муниципальной. Казалось, что теперь ничего не мешает построить на нем долгожданный ДК. Но ВОЗ и ныне там, а в отделении средств и начале хотя бы проектирования пока речи не идет. В данный момент территория перешла нам в Барыхинское поселение. На основании решения администрации Одинцовского района передана нам в постоянное бессрочное пользование. Земля наша, а Дом культуры не строится. Не строится потому, что Совет депутатов Барыхинского поселения просто не выделяет нам средств. Она тоже до проектирования. Вот. Если бы хотя бы в этом году завершилось проектирование, то уже можно было бы говорить о выделении средств на строительство. А я напоминаю, что в прямом эфире телекомпании Одинцова программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о территориальном общественном самоуправлении. Телефон 8495 508 86 84. Дозвонившись по нему, вы можете задать свои вопросы гостям в студии. Денис, ситуация вокруг Дома культуры в поселке Усово-Тупиков в сюжете была очень коротко изложена. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как же так получилось, что поселок, в котором, я так понимаю, больше 2000 человек проживают, остался без Дома культуры? Ну, так получилось. В 2000 году наша администрация сдала эту территорию вместе с Домом культуры в аренду. Из этого Дома культуры пытались сделать всякие другие строения. Там перестраивали, переделывали. В конце концов... Как понимаю, бассейн хотели, котлован вырывали. Сначала казино хотели, потом, значит, с казино у нас произошли запреты и решили сделать бассейн. Вырыли в фойе котлован, после чего, значит, довели здание до аварийного состояния, отключив отопление. Ну, и после чего его буквально за одну ночь сломали. Это было примерно, наверное, лет 7 назад. Сломали, значит, и территорию занял арендатор. Выполняя подряды у нас в Барехинском поселении, просто у него находились там строительные вагончики бытовки. Ну, на ней до сих пор там пока находятся, значит, жили люди, техника и так далее. И все это время у нас висела табличка о том, что 31 декабря 2014 года здесь закончится строительство многофункционального центра. Значит, в 2016 году администрация Денцовского района обратилась в суд с исковым заявлением об расторжении договора аренды. Значит, и в первой же инстанции суд был выигран. Значит, были потом арендаторы подавали апелляции, значит, на возвращение участка. Но конституционная жалоба, значит, была на нашей стороне и земля отсюда. Врешение сюда первой инстанции в силе. Да, осталось в силе. Земля перешла нам. Значит, в 2017 году этот участок переводили нам, нам в Барвихинское поселение, значит, на правах бессрочного постоянного пользования. Значит, это все удалось, получилось, участок стал наш. И вот, казалось бы, можно начинать. Все, да, уже можно начинать строить. Значит, на 2018 год были заложены деньги на допроектирование, так как мы выбрали проект Дома культуры, который построили в Успенском поселении. Значит, он нам очень понравился, и его нужно подогнать было под наш участок. В общем, должны были произойти передвижки в бюджете. Значит, и с апреля месяца мы никак этих передвижек, в общем, не дождались. Как-то это объясняется? Почему не выделяются деньги? Что, считается, что не нужен там Дом культуры? Ну, может быть, кому-то он и не нужен. Но не местным жителям. Ну, не местным жителям, да. Нам он нужен точно, потому что детей у нас очень много. Не только детей, взрослые бы тоже ходили, пользовались этим Домом культуры, и не только нашего поселка. Потому что в старый Дом культуры ходили и жители, и Жуковки один, и Усова, и Огарева, и Колчуги. Даже с Петрова Дальнего к нам приезжали. Ну, Горки-Вторые и Барвиха, само собой, были у нас. А куда сейчас в основном приходится ездить людям, у которых дети, да, кружки, секции? Мы понимаем, что детей надо развивать. Да, если есть транспорт, значит, ездят в поселок Барвиха, в культурный центр, или в Одинцово. То есть, ну, кто-то ездит даже в Успенку. У нас поблизости ничего нету, значит, автобус ходит у нас редко. Ну, в общем, тратят деньги на бензин и на машину. И время, к сожалению, на дорогу, которую можно было бы потратить с большей пользой. А вот это Ваша основная задача, которую Вы планируете решить правильно? Это основная, одна из основных задач. Вы планируете сейчас свои действия, что хотите делать? Дальше будем обращаться, обращаться в нашу администрацию, в администрацию района, потому что в большей части нам сейчас помогла администрация района, отсудив этот участок и передав его нам. Лично Андрей Роберт Ищеванов участвовал в этом, поэтому мы не благодарны за это. Они тоже принесут свои плоды. Сейчас будет бюджет, сейчас на следующий год составляться, там, конечно, наверняка будет. Да, но на следующий год бюджет просто переносится, те средства, которые должны были идти до проектирования. Значит, про строительство на следующий год мы можем уже забыть. То есть не раньше 20-го года? Да, то есть следующий год займет только до проектирования. Хотя вот проект, по сути, он уже есть. Все, есть проект, можно просто выделить средства, допроектировать, отстроить и все бы радовались. И сделать большой подарок жителям поселка Усово-Тупик. Вот если в целом, да, несколько резюмировать, насколько эффективно территориальное общественное самоуправление. Вот я так понимаю, Жуковке-1, задачи решили. Конечно. А вот дальше, собственно говоря, что планируете делать? А дальше, дело в том, что вы думаете, что мы так идеально, что ли, так работаем, у нас тоже есть недостатки. Мы, надо сказать, включили обратную связь и зачастую, что у нас не получается. Я должен сказать, что у нас к недостаткам относят то, что мы слабо ориентируем и информируем наших жителей о проделанной работе. Они думают, что это само собой, да? Это недостаток, потому что, так сказать, кроме того, что ты работаешь, надо еще показать. Это первое. Конечно, мы работаем совершенно безвозмездно, абсолютно, ни копейки никто ничего не получает. И кроме того, у вас у каждого есть какие-то свои дела, работы и так далее. Да, у нас есть перспектива какая, что мы хотим отстоять. У нас есть три домика, которые принадлежат управлению делами и которые упорно не хотят отдавать нам. Понимаете, вот мы бьемся уже тоже почти больше десяти лет этим, ну, хотели бы попросить, кстати, губернатора Московской области Андрея Юрьевича, чтобы он нам в этом деле помог. Потому что, если говорить о том, что может район, а район не может, ну, как бы решить на уровне управляющих делами, понимаете, не может. Понимаете, поэтому мы просим даже Андрея Юрьевича, мы уже написали ему, значит, о том, что просьба выйти напрямую на первого руководителя, потому что, к сожалению, там решают ниши руководителей, которые говорят, нет, не дадим. Мы говорим, отдайте, тут проблемы одни и все прочее. Поэтому задача у нас есть и внутреннего характера, и внешнего. Так что, теперь я могу дополнить. А вот я сейчас сначала вопрос задам такой, немножко философский как раз на конец. Вот Роман Николаевич сказал, в территориальное самоуправление входят все люди, которые проживают на той территории, на которой ТОС был создан. Но мы же прекрасно понимаем, что 50% из них молчуны, в лучшем случае 50%, а, скорее всего, и все 75%, активны более или менее 25-50%. Вот как эту активную гражданскую позицию людей разбудить, чтобы они тоже участвовали в этом самоуправлении? Ведь это же в их интересах надо как-то их убеждать. Общаться, общаться с людьми. Вот Юрий Геннадьевич совершенно однозначно сказал... Полтора года, на что, так сказать, чтобы растолкать их? Вот, а как растолкать? И в Мусова то же самое. На самом деле, это все элементарно. Но вот когда ТОС только создавался, все начиналось на уровне просто... Вот мы приезжаем, допустим, к руководству, тогдашнему руководству поселения. Марковский был такой в свое время. Мы приезжаем к господину Марковскому. Приезжает там не я один, например, не Юрий Геннадьевич один там. Приезжает несколько человек. Поначалу они боятся к ним даже в кабинет зайти, попросить о чем-то. Ничего. Я говорю, не бойтесь, давайте вместе зайдем. Другой раз они уже заходят смелее. А третий раз они и сами зайдут, если это понадобится. Как только люди понимают, что они действительно вправе, вправе по-настоящему не на бумаге, а вот так вот все понимают, что они действительно вправе, все совершенно другой разговор. Да вот пример. А вот, Денис Юрьевич, чтобы далеко не ходить. Значит, у нас до этого все эти вот сессии, там какие-то встречи, общественное слушание, сходы сельские, все это проводилось тишком-тишком. Практика возникла писать и выкладывать это в сеть. Существует Барвиха, вот Лайф у нас на сегодняшний день, та же самая группа там, и ряд других, в которых это все можно посмотреть. Вот огромное ему спасибо за это. За то, что вот он в данном случае доводит до людей, что там было впрямую, без купюр, понимаете. Хочешь, смотри, принимай решение. И ждайся в том, что это работает. Вот сейчас коротко, буквально одна минута. Давайте резюмируем. ТОСы нужно создавать? Без сравнения. Без сомнения. И еще, нужно не только ТОСы создавать. Необходимо, чтобы они объединялись в ассоциации. И эти ассоциации уже будут представлять реальную, я называю это без страха, политическую силу. Которая вправе и законы, соответствующие, продвигать, опять же, не боюсь этого слова, и следить за их исполнением. Тут же сразу и общественный контроль. Бок о бок мгновенно возникает. Как только люди понимают, что они чего-то значат, у них появляется гражданское самосознание. И они тогда свою энергию в позитивных целях направляют, а не в негатив. Не уличная протестная активность, а непосредственно добиваются того, что им нужно. ТОС – это отличная школа для молодежи, для того, чтобы они учились. ТОС – это занятие для людей пожилого старшего возраста. Это в любом случае очень многогранный инструмент, абсолютно необходимый. Вот по поводу создания этих ТОСов, пожалуйста, я могу дать свой телефон. Значит, люди могут звонить, если у них будут какие-то вопросы, я этот телефон называю. 925-037-4525. Пожалуйста, звоните. Поможем и вам создать. Что такое ТОС и как его сделать. А я хочу просто призвать всех телезрителей не только быть активнее, но если не в рамках ТОСа, то хотя бы в рамках своей квартиры и в рамках своей жизни, потому что это никогда лишним не будет. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»